По данным Всемирной Организации Здравоохранения, одной из самых частых причин смерти человека считается инсульт. Еще не так давно этот диагноз был прочно связан со старостью. Сегодня это заболевание лидирует в скорбном списке помолодевших болезней. Удар все чаще настигает молодых и полных сил людей, причем поступает с ними с присущей ему жестокостью и коварством. Каковы причины инсульта, можно ли предсказать его появление и как от него защититься? На эти вопросы отвечает врач-невролог Наталья Потокова. К инсульту относят острые нарушения мозгового кровообращения, характеризующиеся внезапным в течение минут, реже часов, появлением очаговой неврологической симптоматики, двигательных, речевых, чувствительных, координаторных нарушений или общемозговых нарушений, изменения сознания, головная боль и других, которые сохраняются свыше 24 часов или приводят к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие и причины церебровоскулярного происхождения. Инсульт должен быть заподозрен во всех случаях при наличии острого развития очаговой неврологической симптоматики или внезапного изменения уровня сознания. Среди нарушений функций мозга, развивающихся при инсульте, выделяют очаговые симптомы, менгиальные симптомы. Симптоматика инсульта зависит от локализации поражения. Наиболее частые проявления — это слабость, неловкость, тяжесть в руке, лице, ноге. Чаще бывает сочетание рука-нога. Иногда имеет место вовлечение одной половины лица. Могут быть нарушения чувствительности, также в конечностях в лице. Речевые нарушения, затруднения в подворье нужных слов, невнятная, нечеткая речь, трудности понимания речи окружающих, трудности при чтении, письме, смазанная, невнятная речь, нарушения произношения слов и артикуляции. Зрительные нарушения, также частые проявления острого нарушения мозгового кровообращения. Это нечеткость зрения в пределах поля зрения обоих глаз. Эти нарушения пациенты описывают как исчезновение, побледнение, серое, черное пятно в поле зрения. Головокружение — также частый признак острого нарушения мозгового кровообращения. Изолированное головокружение является частым симптомом ряда несосудистых заболеваний. Диплопия — это ощущение двух изображений вместо одного. Распознать инсульт можно на месте, немедля. Для этого часто используется симптом трех основных приемов. Больного просит улыбнуться, заговорить и поднять руки. Если больной улыбается, улыбка может быть кривая, угол рта может быть опущен. Это признак нарушения кровообращения мозгового. Если больной не может выговорить простое предложение, например, за окном светит солнце, при инсульте часто произношение нарушено. Если больного мы просим поднять руки, если руки поднимаются не одинаково, также это может быть признаком инсульта. Если пострадавший затрудняется выполнить какое-либо из этих заданий, необходимо немедленно вызывать скорую помощь, описать симптомы прибывшим на место медикам. Для предотвращения развития заболевания существуют методы профилактики. Основной целью профилактики является снижение уровня заболеваемости инсульта. Профилактика инсульта подразделяется на первичную и вторичную. Первичное – это предупреждение развития болезни, снижение факторов риска. Вторичное – предупреждение прогрессирования заболевания, в частности, предупреждение развития повторного инсульта. К факторам риска инсульта относят артериальную гипертензию, патологию сердца, траденторные ишемические атаки, употребление алкоголя, курение, сахарный диабет, нарушение липидного обмена, стеноз сонных артерий, прием оральных контрацептивов. Нормализация артериального давления позволяет уменьшить риск развития инсульта на 40%. Целевой уровень артериального давления должен составлять ниже, чем 140 на 90 мм ртутного столба. При сахарном диабете важно поддерживать оптимальную концентрацию глюкозы в крови. Больным с фибрилляцией предсердия назначают антикоагулянты и антиагреганты. При стенозе сонных артерий более чем 60%, в том числе и бессимптомном, в последние годы используют ангиопластику, стентирование. Следует отметить важность отказа от курения или значительное уменьшение количества выкуриваемых сигарет. Употребление алкоголя приводит к развитию утяжеления течения артериальной гипертонии, кардиомиопатии, нарушениям ритма сердца, что увеличивает риск как ишемии, так и кровоизлияния в мозг. Нормальным считается уровень общего холестерина менее 5 мм на литр. При использовании ранних контрацептивов содержание эстрогенов более 50 мг повышает риск ишемического инсульта, особенно в сочетании их приема с курением и повышением артериального давления. Всем пациентам следует уменьшить потребление поваренной соли, увеличить потребление фруктов и овощей. Важным этапом основной стратегии профилактики инсульта является выявление и обследование лиц с высоким риском развития инсульта. В группе высокого риска развития инсульта относят больные любого возраста, перенесшие инсульт или приходящее нарушение мозгового кровообращения, больные, страдающие ревматическими поражениями сердечно-сосудистой системой и шимической болезнью сердца, застойной сердечной недостаточностью, больные со сниженной сократительной функцией левого желудочка сердца, по данным эхокардиографии, а также больные в возрасте 75 и старше лет, страдающие артериальной гипертонией или сахарным диабетом. В группе с умеренным риском развития инсульта относятся больные старше 65 лет, не относящиеся к группе высокого риска развития инсульта, а также больные моложе 65 лет с клинически значимыми факторами риска, включая сахарный диабет, артериальную гипертонию, заболевания периферических артерий и шимическую болезнь сердца. Об этом заболевании слышал каждый, однако далеко не каждый знает причину его возникновения. Почему инсульт в принципе возникает и какое лечение необходимо людям, которые с ним столкнулись, нам рассказал врач-невролог Мурат Унароков. Если говорить об оказании первой помощи при инсульте, то нужно сказать, что в любом случае не оказание первой помощи или оказание ее неадекватно ведет к нарастанию тяжести проявления инсульта. Если мы говорим о кровоизлиянии, то есть геморрогическом инсульте, то потеря времени, невызов вовремя скорой, отсутствие транспортировки специализированного сосудистого отделения будет, конечно, приводить к нарастанию объема кровоизлияния, объема гематомы и к нарастанию клинических проявлений. Если мы говорим об ишемическом инсульте, то сейчас на сегодняшний день есть такое понятие, как тромболизис при инсульте, то есть введение специальных препаратов, которые приводят к растворению тромба, который вызвал, соответственно, закупорку артерии, и возможно даже добиться того, что клинические проявления уйдут полностью. Для этого больной должен быть доставлен в специализированное отделение в течение 3-4 часов, где делается томография, определяется кровоизлияние или ишемический инсульт, потому что без томографии это выяснить невозможно достоверно. И при наличии ишемического инсульта, при наличии терапевтического окна, то есть пациент доставлен вовремя в течение 3-4 часов, при отсутствии противопоказаний больной проводится тромболизис. Ну, профилактика, она вытекает из того, что коллега Наталья Сверин говорила до меня, то есть те факторы риска, они обуславливают и профилактику. В первую очередь это контроль артериальной гипертензии, то есть уровня давления, он должен быть на оптимальном уровне, при необходимости приема препаратов. Если человек гипертоник, он должен принимать обязательно антиагреганты, то есть аспирин, по-простому говоря. Если у пациента это очень часто высокий уровень холестерина, соответственно, прием, постоянный прием препаратов, снижающих уровень холестерина, так называемых статинов. Если пациент диабетик, диабет является важнейшим фактором риска, то, соответственно, контроль уровня глюкозы крови на приемлемом уровне с помощью либо таблетированных, либо инъекционных препаратов. Важным является, исходя из того, что я сказал, обязательное прохождение больными, особенно работающими людьми предмиссионного возраста, диспансеризации, выявления этих самых факторов риска, потому что и давление может протекать достаточно долго, давление может быть высоким, пациент может этого неосознавать, не чувствовать. И сахар может быть на достаточно высоких цифрах, пациент может не обращать на это внимания, но на определенные симптомы, которые у него есть. То диспансеризация здесь очень важна в плане выявления тех самых факторов риска и, соответственно, их устранения или компенсации по возможности. Если говорить в свете современной реалии наших, то, конечно, новая коронавирусная инфекция, она внесла определенные коррективы. У нас уже были больные, это ни один, ни два человека, у которых случился инсульт, либо во время пребывания в ковидном отделении, либо после. Коронавирусная инфекция существенно влияет на состояние свертывающей системы, возникает высокий риск тромбозов и кровоизрияния, кстати, тоже. Соответственно, больные, которые перенесли коронавирусную инфекцию, им рекомендуется профилактический прием на протяжении нескольких месяцев так называемых антикоагулянтов, препаратов, которые влияют на определенные факторы свертываемости крови. О статистике заболеваемости инсультом в целом по району нам рассказала заместитель главного врача по лечебной части Зарина Батышева. Сосудистые заболевания головного мозга продолжают и оставаться одной из самых главных медико-социальных проблем. Заболеваемость острыми нарушениями мозгового кровообращения составляет 450 тысяч в год по Российской Федерации. Смертность в остром периоде от НМК составляет 35%. Острое нарушение мозгового кровообращения является занимать первое место среди причин инвалидности. В 2014 году изменилась маршрутизация пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения в соответствии с приказами Министерства здравоохранения. До 2014 года лечились все в Кашхабльском районе. С 2014 года доставляется непосредственно в республиканскую больницу в РСЦ. Если сравнивать смертность за эти промежутки времени с до 2014 и после 2014, заметно это повлияло на снижение показателя смертности по району. Также хочется отметить, что в рамках реализации региональной программы борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Адыгея для повышения качества оказания медицинской помощи пациентам, перенесшим острое нарушение мозгового кровообращения, острые инфаркты миокарда, шунтирование, стентирование, абляции по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. Для обеспечения лекарственными препаратами в 2021 году выделено около 43 миллионов рублей. Пациенты с указанными диагнозами, не имеющие группы инвалидности, после выписки из стационара могут бесплатно получать лекарственные препараты амбулаторно в течение 12 месяцев или до установления группы инвалидности. Также хочу отметить, что в эпоху COVID-19 отмечается рост сердечно-сосудистых заболеваний, в первую очередь это инфаркты миокарда и острые нарушения мозгового кровообращения. Для профилактики сосудистых катастроф этим категориям граждан с 2021 года проводится углубленная диспансеризация, которая помимо общего объема, проводимого в рамках профилактических мероприятий, дополнительно проводится спирография, определение сатурации, УЗИ сердца, компьютерная томография, дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей и дополнительные консультации узких специалистов, которые уже по результатам осмотра определяются.